девочки мои всем привет прошу прощения за опоздание так давайте немножечко соберемся и будем отвечать на вопросы где моя бровь куда-то ускакала дайте-ка я ее дорисую пока так все собираются собираются люди сейчас подождите сижу как лошара а то так все дорисовала убежавшую бровь теперь блин одна толще секунда привет так все это тоже нарисовала теперь я могу вещать как дела мои красотки у нас весь день идет дождь это просто что-то с чем-то сегодня я кстати купила первые в своей жизни жизни широкие джинсы странно что у меня в них такие огромные огромные ноги потому что всегда нашу облегающие это лосины это облегающие джинсы но все собираемся собрались да не отвлекаемся давайте на вопрос по отвечаю добро пожаловать тем кто в первый раз у меня в эфире кто недавно на меня подписался я гуля похудела на 34 килограмма после родов мне все вещали все 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 вплоть и мои знакомые и мои друзья что после кесарево сечения к сожалению у меня не будет плоского живота но почему-то он здесь он со мной и тонкая талия на месте и пресс на месте и над швом ничего абсолютно не нависает поэтому сразу говорю если у вас есть хоть какое-то сомнение в том что эта трансформация не сможет произойти с вами скажу вам сразу сможет если вы не будет сесть на жопке ровно да и бывает я матерюсь добывать я использую слова жопа но от этого мой труд не становится менее ценным потому что девчонки офигенно скидывает вес и фиалками на моей странице никто не как я сразу говорю но и жести здесь нет тут только адекватные люди адекватные девчонки особенно которые собираются в прямом эфире пишут свои отзывы поэтому можете смело их скринить писать им прямо в личку они все в курсе которые которые мне периодически пишут прям прямых эфирах и новенькие которые худеют пишут прямых эфирах то что им могут написать спросить на самом ли я деле существую на самом деле есть у меня какой-то курс питания и на самом ли деле они худели со мной поэтому девчонки если вам кто-то пишется не удивляйтесь это мои подписчики которые со мной пока еще мало знакомы кстати сегодня была такая интересная ситуация привет привет девчонки спасибо огромное мне написала женщина спросила сколько стоит со мной худеть я написала все условия программы что в нее входит цену и естественно когда не устраивает людей что что-то дается не за халяву как они привыкли не бесплатно как они привыкли не за подписку как они привыкли начинаются вопросы вроде того что а где гарантия что я похудею я написала прямым текстом то что а где гарантия что вы не будете есть говно еду а где гарантия то что вы будете вести активный образ жизни а где гарантия то что вы будете выполнять все рекомендации, на что на меня обиделись и написали то, что я абсолютно не умею работать с людьми, но почему-то эти люди в меня влюбляются, худеют со мной замечательным образом, меняют жизнь в офигенную сторону, и у нас с ними прекрасные теплые отношения. Все почему так происходит? Потому что люди привыкли играть в бедность, когда дело касается алкоголя, когда дело касается гулянок, когда дело касается сигарет, когда дело касается Макдональдса, всякие все, они готовы тратить свои заработанные деньги, но когда дело касается здорового образа жизни, и особенно когда им кажется, что кто-то обязан им это все отдавать вот так вот на руках, вкладывая в свои мозги по сотне тысяч, то люди начинают обижаться и считать, что ах ты сучка, ах ты овца, ты вообще не умеешь общаться с людьми, ты вообще такая грубянка, а все по-любому было из-за слова говноеда, потому что человек абсолютно меня не знает, человек не знает, как я работаю, а самое главное, он не знает, чего он хочет сам, потому что ему нужно все бесплатное, ему нужно, чтобы перед ним ходили желательно вот так вот и умоляли его сбросить лишний жирочек. Здесь такого нет, здесь приходят ко мне люди на курс, которые готовы худеть, которые получают офигенный результат, и, пожалуйста, не думайте то, что я работаю только с очень полными девчонками, либо с очень беспроблемными, у которых там 70 килограммов, ему надо сбросить всего 10, нет, это вообще никакой разницы не имеет. Вы можете весить 110 килограмм, через полгода быть уже 65 килограмм, вы можете весить 70 килограмм, и через 3 месяца стать 58 и держать эту форму на протяжении многих-многих десятилетий и проживать прекрасную жизнь. Поэтому мой вам совет, перестаньте играть в бедность и перестаньте искать выгоду, где вы должны складываться по полной. И это я сейчас не о своем курсе, это я сейчас о вашем развитии как личности и о вашем повышении внутреннего уровня. Как только вы начнете наслаждаться процессом становления своей личности и личностного роста, поверьте мне, и деньги к вам будут приходить легко, и люди будут меняться из вашего окружения, потому что вы будете становиться другим человеком, который ценит себя, ценит свое время, ценит свою жизнь, свое здоровье, и соответственно ваша энергия будет притягивать все ценные вещи, и все у вас будет налаживаться. Так. Правильно, правильно, спасибо, мои девочки, мне очень-очень приятно, спасибо. Хотят отдать денег, и чтобы за них худели, типа, чудо-таблетку. Да, очень часто мне пишут, какие я использую БАДы, скажите, какие вы принимали таблетки, таблеток здесь нет и не было. Никогда, особенно для похудения. Так, сейчас, девочки. Здесь не было с вами без сахара, сегодня первый раз съела конфету, мне прям стало не по себе, как это невкусно. Да, потому что вкусовые рецепторы на языке и во рту, они стали природой заложенные, они почистились. По поводу марафона, не думайте, я не забила хер. Подарочек. Вот, коробочка уже ждет, она стоит сзади. Сегодня вечером Еву уложу спать, мужа уложу спать, и буду подводить итоги. Буду это все снимать на видеоэкран, чтобы вы видели, что все честно. Сначала выложу имена участников, их буквально 8-9 человек дошло до конца, из 50 кто начал. Поэтому обязательно проверьте, есть ли там ваше имя, чтобы я тоже не затупила, потому что человеческий фактор играет, и я это все заполняю от руки, и каждого человека, который участвовал, я заполняла от руки. Такие страницы должны были быть открыты. Если у вас была закрытая страница, я не увидела ваши сторис, условия были в начале марафона. Это уже не моя проблема, это будет ваше упущение. Так, когда вы приедете в Уфу? Пока не знаю, когда приеду в Уфу, потому что у нас тут грандиозные планы, завтра расскажу, какие. Так, все, девочки, начинаю отвечать. Чем запивать овся на блин? Так как овся на блин является нашим завтраком, то запивайте смело чаем, кофе с молоком, чаем с молоком, да чем хотите, потому что это ничего не вредно. Толстеете вы не от того, чем запиваете, а от того, что запиваете. Соответственно, если на утро у вас будет нормальная, собственноручно приготовленная еда, правильная, то не важно, чем ее запивать. Можете хоть водой запить, ничего страшного не произойдет. Если вы завтракаете выпечкой, запивайте смело. Ничего не будет, жопа не вырастет, бока не вывалится. Вы просто будете стройнеть от этого всего, потому что многие боятся. Слово сочетания кофе с молоком, чай с молоком, это вообще никак не влияет на ваше тело. Вот вообще никак. Влияет мучное, влияет сахар, и влияют углеводы на ужин. Вот что влияет на то, что у вас растет вес. Так, сейчас, девочки, ай, вопросы пошли здесь. Энергии очень мне подходят, и очень-очень хочу работать с вами. Спасибо огромное, мне очень-очень приятно. Даже если вам кажется, что у вас нет энергии, после моего курса она появляется, потому что, как не крутите, когда вы начинаете общаться с людьми, которые энергичные, с которыми вам комфортно, вы начинаете пробуждать свою внутреннюю энергию, свой внутренний огонь. Соответственно, я зажигаю вот эту вашу спичечку, и вы начинаете кайфовать. Так, я сейчас питаюсь по твоей программе, но самое основное, что ты поменяла, это то, что я поняла, что в своем весе виновата только сама, и по большому счету мое похудение нужно только мне. Да, это называется пробуждением внутреннего взрослого. Когда вы закрываете рот внутреннему ребенку, который постоянно говорит, я ничего не буду, мне ничего не надо, пусть за меня все делают. И когда вы выключаете внутреннего родителя, который вам говорит, ты виновата, ты виновата в этом, ты виноват в том, тебе должно быть стыдно ходить на пляже с такой позой, тебе должно быть стыдно, у тебя какие висячие сиськи. Это все нам идет от внутреннего родителя, которые делали так, чтобы нам было стыдно. От родителей у нас идет вот это вот стыдно, поэтому никогда не говорите детям, тебе не стыдно ты описывалась, тебе не стыдно, тебе не стыдно. Вам кажется, что вы просто учите, воспитываете своего ребенка, на самом деле, вот это стыдно у него ложится на подсознательную корочку, и потом он будет думать даже об элементарных вещах, а не стыдно ли мне, а не стыдно ли мне, а не стыдно ли мне. И вот эти блоки снимаются в кабинете психолога иногда очень-очень долго. Поэтому, чтобы этого не было, включайте внутреннего взрослого, который адекватно воспринимает, я накосячил, это было, было, было. У меня сейчас вот такое тело, да, оно у меня есть, я могу его исправить, я начинаю исправлять. И внутренний взрослый никогда вас не пугает какими-то страшилками, и никогда вам не напоминает про то, что ах ты овца, ты вот так поступала. Он просто живет в настоящем моменте. Когда вы ощутите момент вот этот настоящего, и когда вы поймете то, что все, что с вами происходит сейчас, это самое ценное, что есть в вашей жизни, вы станете абсолютно счастливым человеком. Когда вы думаете, что у вас были минуты счастья, например, когда у вас родился ребенок, когда вы узнали, что вы беременная, например, когда вам сделали предложение, например, когда вы стояли на своей свадьбе и танцевали со своим мужем, когда все вам хлопали, когда вы ощущали его запах, это не значит, что эти моменты какие-то были ценные, вот и ценные. Это просто вы принимали этот момент, и вы наслаждались этим моментом. Поэтому, когда вы здесь, вот в этом моменте, вы будете наслаждаться жизнью. Вот и все. Нету того, что, какой-то волшебной, вот такой штучки, щелчка, которая раз и сделает вас счастливым. Но вас счастливым будет делать возвращение в реальность. Как только вы начинаете корить себя за прошлое, возвращайтесь в реальность. Здесь этого прошлого нет. Все, этого нет. Когда вы начинаете бояться за будущее, а, бля, что со мной будет, где достать деньги, это все. Возвращайтесь сюда, здесь. Здесь у вас все нормально, здесь вы есть, здесь вы здоровы, здесь у вас все хорошо. Поэтому, вот это слово, здесь и сейчас, у вас должно быть, как девизом по жизни, здесь и сейчас я счастлив. И вы будете всегда счастливы, потому что, у нас нету завтра, у нас есть наступившее завтра, где опять вы здесь и сейчас. Запомните. Голечка, у вас всегда такие ухоженные волосы, вы их всегда выравниваете. Да, я их выпрямляю практически каждый день, но даже когда они выпрямляю, они у меня тоже блестят, они у меня очень мягкие. Девочки, видели, когда я не выпрямленная, когда я просто с просушенной башкой сижу, они у меня просто пышнее, вот такие. Ну, вот так вот они примерно выглядят и немножечко-немножечко волной. Это все с ними делает уход, потому что я раз в месяц стараюсь. Ирина, привет, Саиточки, мои девочки, привет. Они ухаживают за моими волосами. Саида у меня это делает все в Башкирии, а Иринка делает здесь, в Москве. Но, к сожалению, Юринке пока закончились эти, как это называется, препараты, или что, она вот ждет заказ, поэтому вот я уже не делала месяца полтора, делала перед Новым годом, но волосы все еще сохраняют жизненный свой блеск. Уход, уход, еще раз уход. Так, девочки, все, как всегда заболталась. Маме 66 лет, рацион для похудения одинаковый, как и молодым, конечно, и она от этого не потолстеет, и друщом точно не станет, все будет нормально, потому что там самое главное, сбалансированный рацион. Все. Это ключевой момент для здоровья в любом возрасте. Беременная ты, не беременная, кормишь ты грудью, не кормишь грудью. У многих девчонок есть ощущение того, что если они начнут кушать 250 грамм, блядь, у них пропадет молоко. Нету такого. Если ты будешь кушать нормальную еду, молоко будет еще целебнее, и твоему ребенку будет круто, и молоко вырабатывается, это генетическая предрасположенность, вообще от этого не зависит. Запомните, если бы выработка молока зависела от вашего рациона, то во время войны ни один ребенок не выжил бы просто-напросто, потому что женщины голодали, но они выкармливали вот таких бутузиков, потому что природой заложено защищать вас и ваше потомство, и делать так, чтобы у вас все было хорошо. Здравствуйте, а что случилось? Мам, я в кухне. Отправила их на час в магазин провести прямой эфир. Сколько я в эфире? Правильно, 6-7 минут они пришли. Ну, мы лужу мерили просто. Лужу мерили, а в магазин сходили? Нет, сейчас пойдем. В магазин даже не сходили, сейчас он переоденет дочку. Так, углеводы, что именно влияет? Это макарошки вечером, это картошечка вечером, это крупы вечером, это тортики вечером. Все эти углеводы и быстрые, и долгие на ужин, они очень сильно влияют на вашу обменку, потому что она готовится ко сну, вы загружаете в свой организм, организм в афиги, что ему делать с этой информацией поступившись, и он находит решение, запасусь-ка я так называемый черный денечек, когда будет холодно, чтобы этот жирочек мог меня согреть. и организм, работая, как он думает, в вашу пользу, в вашу защиту, в вашей жизни сохранение, он начинает копить жирочки, а эти жирочки откладываются на боках, талия становится больше, живот у нас идет волнами, целлюльно-ляшечка появляется, да, и все это происходит потому, что он не успел переварить перец, поэтому если углеводы, то только на обед, запомните. О, закрой-ка ты свой лифчик. Добрый вечер. С тобой похудела с 86 килограмм до 60, забеременела, срок маленький тянет на сладкое, жирное уже 64 килограмма. Умница моя, поздравляю с беременностью. Тянет на сладкое, заменяет сладкое правильными конфетами. Добро пожаловать, если ты у меня папа десерты брала, то готовь по ним, если не брала, бери, потому что там очень крутые рецепты. И папа и конфеты, это просто спасение для беременных, когда хочется какашечку. Но это опять-таки капризы организма, поэтому в этот момент главное перетерпеть, это перетерпеть 3-4 дня. Потом уже все налаживается, организм понимает, что ага, все, мне это не поступает, я буду искать это в тех полезных продуктах, которые она употребляет. Все. А что мы выключили музыку? Ага. Так. При похудении можно есть соленые огурцы и соленые помидоры. Да, конечно, можно, только не перед тем, как вы будете взвешиваться, потому что если вы увидите там плюс 1 килограмм, это будет отек, а не жир, у вас будет какое-то состояние, делать, как вы будете думать, что ничего не работает. Поэтому, чтобы психологически себя не нагружать этой информацией, то кушайте за дней 10 до взвешивания. Взвешиваются у меня один раз в месяц. Раньше была на вашем курсе не по жизненным обстоятельствам. Все пришлось. Так, зайка моя, напиши, Кристин, дальше, что там было. Добрый вечер, красотка. Добрый вечер. Пришлось прекратить программу. Нужно сону покупать. Нет, конечно, солнце моя, напиши мне, я тебе отправлю все бесплатно, абсолютно. Если кто-то потерял мою программу, не надо ничего платить. Пожалуйста, я вам все это открою, все вам перешлю, вообще без проблем. Какие супы готовите? Любые супы можно, девочки, абсолютно любые, но не солянку, конечно, где тонны колбасы. Жарите ли вы, если да, то на каком масле? На листовом масле, и это буквально капля масла, у меня ничего не стекает никогда. Припопаеманную рисовую кашу можно? Манная, пустая каша, кушайте лучше рисовую, да, конечно, можно. Завтрак здравствуйте, прям смело. На вечер нельзя. Привет. Срыв питания, это же не катастрофа, просто опять заново начинаете правильно питаться. Естественно, естественно, вот это тоже, чего у меня трясется телефон? Это тоже пробуждение взрослого, когда ты уже сама себе объясняешь, что это не катастрофа, все хорошо, надо просто завтра начать нормально питаться. И вот так и происходит выход из срыва. Если вы думаете, чтобы выйти из срыва, ну да я не знаю, ну что, головой от стенку биться, или что-то должно там произойти, нет. Просто с утра просыпаетесь, начинаете нормально питаться, все. Привет, привет, мои хорошие, привет. Блин, я походу на те вопросы не успею ответить, тут много вопросов. Цветная капула на ужин, смело. Можно ли сухари? Очень люблю, нет, расти жопище. Спасибо огромное, обожаю вас, пожалуйста, мои красотки. Привет, привет. Так, все, девочки, давайте по отвечайным вопросам, их тут очень много. Купила у вас курс, а начать не могу. Вот именно для таких девочек, которые не могут начать, я советую раз написать мне в личку, чтобы я могла понять, почему вы не можете начать, а не сидеть и вещать, работать индивидуально, в прямом эфире с вами, потому что времени не хватает, обидятся другие девочки, чьи вопросы касаются конкретно питания. Как читать информацию, хотя бы начать читать книгу. Чуда нет, чудо такого с вами не произойдет, что вы просто там купили курс и похудели. Купили курс, применили знания, получили потрясающий результат. Все, вот так это работает, поэтому напиши мне в личку, надо понять, почему у тебя так происходит. Либо это просто ленивая жопонька не дает начать, либо, возможно, страх перед чем-то новым. Зона комфорта, она многих не отпускает. И когда вам кажется, что все, вы готовы, все, открыли, посмотрели, готовить надо все и убираете заново в топку куда-то эту всю информацию. На самом деле, это все очень легко, просто для... У меня есть студентки, которые учатся в техникумах, которым 18 лет, и они в общаге умудряются готовить и худеть на 30 килограмм. Девчонки, вы о чем? У вас семья, у вас кухня потрясающая. Было бы желание, способ найдется. Как быть, если решил перейти на ПП, на работе говорят, что часто ем, не знаю, что делать, слать их нахер, пусть они еще к тебе в трусы заглянут и скажут, тебе надо в такие носители, не надо. Это нарушение личных границ, может, они еще начнут следить за тем, кто сколько раз в день какает. Вот, может, так и сказать. Чтобы сбить человека, сразу срезать, скажи, прости, пожалуйста, а сколько раз в день мне можно какать? Жестко звучит? Жестко, но человек подумает сначала, что вы идиотка, а потом он заткнется, потому что это нарушение личных границ. Либо сказать прямым текстом, это мое дело. Как тебя касается вообще то, что я ей много раз? Давай поговорим об этом, когда я получу результат. Все. Почему вы хаваете то, что вам говорят, что-то особенно, когда вам говорят, что надо носить, что нельзя носить, что вы много кушаете, почему вы это кушаете, почему вы встречаетесь с этим мужиком, почему вы спите с этим типом, почему у тебя такой муж, почему у тебя ребенок так одет. Какое странное дело вообще, что вы делаете? Это люди, у которых у самих личная жизнь пустая, и они роются как в говне в чужой личной жизни. Вот и все, никогда не позволяйте никому говорить, что вам надо делать, как это делать и сколько раз это делать. Я очень много видела девчонок, вот за этим столом девочки показываю, когда делала маникюр, несколько лет уже там делаю, когда ко мне приходят и говорят, блин, я показала подруге своего парня, и мне она сказала, что он стремный, но он такой классный, он дарит мне цветы, ко мне никто так не относился. Реально, я его полюбила, но мне теперь стремно. А что, вот почему вам должно быть стремно, даже из-за того, что какая-то пиздоквахнутая подруга что-то вам сказала? Скорее всего, у нее там вообще жопа полная и затишье в личных отношениях, что она лезет в другие. Чувство так-то должно быть всегда. И никто не имеет права говорить вам, с кем встречаться, с кем нет, что за гон вообще. Никогда не стесняйтесь своего мужчину, который делает вас счастливой. Это все факты, которые работают безотказно. И когда нарушена личная граница, надо давать жесткий ответ, что это не твое дело, как минимум, либо иди нахер как максимум. Вот и все, девочки, не делайте проблему там, где ее нет. Говорят вам что-то, отвечайте. Отвечайте жестко, потому что они тоже жестко лезут к вам в трусы. Это так и выглядит. Либо какое твое дело, либо вот и про это покакать. Вот и все. Спросите. Человек больше, он 100% даже не полезет с этими идиотскими вопросами. Больше не полезет. Чувство так-то быть должно всегда. Пока, мои. Так, сейчас, девчонки. Зай, ты ее по лужам-то не води. Подними на ручки, она замерзнет. Ну, я надеюсь, кожаные шерстяные носки, а об этих мы просто по лужам хотели, она набрала. А что за ботинки? Военные мои, я в них по лужам хожу, я переобулся, по лужам хожу. А, ладно, давай. С вами первый месяц похудела на 5 килограмм, а второй месяц на 2,5. Почему вес стоит? Вес стоит, это когда 11 месяцев вы не скидываете ни хрена. А если вы скинули в первый месяц 5 килограмм, а второй 2,5, это минус 7,5 килограмм. Представьте сейчас свое тело, которое избавилось от 7,5 килограмм жира за 60 дней. И скажите ему, почему ты не худеешь? Почему ты не худеешь? Ваше тело скажет, что ты оборзела, я 7,5 килограмма скинула. Оно старалось, оно прекрасно, оно молодец, ваше тело. Вы что, благодарите его за этот сброс. 2,5 килограмма в этом месяце, в следующем может быть вообще 1,8 кг, а потом может быть резко 7. Не бывает идеального сброса веса, как по графику. Такого нет. Кто-то сбрасывает первый месяц в месяц 8 килограмм, во второй месяц 3, а потом 200 грамм, а потом 5. Вот как это работает. Вообще не думайте, что ваше тело обязано вам отдавать каждый месяц строго по 6,100. Это не так. Так, молодец, правильно, да, спасибо, что соглашаетесь, девочки. Привет, привет. В Уфе делаете маникюр или только в Москве? В Москве только в Уфе делала, тоже, кстати. Тренировки тоже есть в программе, есть. Привет, Гульчик, сколько лет уже худеешь, девочки? Год. Ровно год в Инстаграме. И сейчас скажу, в 2017 года я худела, своих клиентов так и пошло у меня, потому что у меня было очень много информации. Я поняла, что на десятках девочек это работает, они худели, у них все налаживалось. У меня даже была клиентка, которая вообще, сможет, была на грани развода. У него даже, по-моему, там были другие отношения, но она начала стройнеть благодаря моим советам. И у них все наладилось, все стало идеально. Прямо все, там разводом сейчас даже не пахнет уже изменами 100%, потому что и она ушла в себя, и он на нее подзабил, на семью вообще. Как только она вернула вот эту веру и любовь в себя, то все наладилось. Там это в секунду в секунду все наладилось, как только она поняла, что она крутая. Так, ой, девочки, дайте-ка я. Привет, сколько меду можно в день? Полторы столовые ложки. Привет, сколько стоит твоя программа? Девочки, зайдите, пожалуйста, в ссылку в шапку профиля, там есть несколько тарифов, посмотрите, что вас устраивает больше. Как вы относитесь к бегу, просто на улице по вечерам? Бег очень хорошо прочищает мысли, говномысли, но это очень сильно на многих людей действует как психоз просто. Поэтому, если вам по кайфу делайте, бегайте. Так, опа, девочки, пипец, тут столько вопросов. Правда ли, что чай, кофе и кисломолочка обезвоживают? Про кисломолочку уж не слышала, про чай тоже особо нет, но кофе, да. Я читала, что проводились исследования, что из-за кофе у человека возникает обезвоживание и отеки. Поэтому, если вы пьете такие напитки, то пить лучше вода. Про кисломолочку не слышала, честно. Так, о боже мой, это спамщики эти заколебали. Спасибо, что отвечаете на все вопросы в эфире. Пожалуйста, мои красотки, эфир для этого и создается. Есть ли какие-то правила? Правила бега, ну, за 2-3 часа до сна, чтобы организм подготовился к сну, успокоился, как минимум. Галя, о, как я навлекаю, меня Галя называют. Как относишься к творожному сыру? Отлично отношусь, сама кушаю альметто. В томатном соке рич тоже сахар есть, конечно, есть. В любом соке есть сахар. Почему вы думаете, они такие вкусные, а домашние соки не такие классные? Все потому, что есть там сахар и селители вкуса, девочки. Пожалуйста, мои красотки. Так, ага. У меня подруга у вас на курсе приготовила пиццу, я в восторге. Круто, да, у меня пицца очень-очень крутая. Добро пожаловать на мой курс, будете тоже готовить пиццу и балдеть, еще и худеть. Так, привет-привет, девчонки. Офигеть, у меня тут мотать вот так пальцы устают. Давно на вас подписано, боюсь начать. Чего боитесь? Боитесь стать стройной? Боитесь стать красивой? Боитесь стать сексуальной? Боитесь стать любящей себя? Боитесь жить хорошо? Чего вы боитесь? Может, по чесноку просто тогда? Боитесь готовить, потому что лень. Боитесь что-то изучить, потому что лень читать. Боитесь внедрять новые привычки, потому что вам кажется, что это пиздец как сложно. Боитесь, ленитесь потому, что будет много новой информации, а вам ее не хочется применять, потому что удобно жить и жрать всякую фигню. Вы не боитесь, вы ленитесь начинать новую жизнь. Как ни крутите, девочки. Страх – это когда вы идете по дороге и смотрите налево и направо, и когда едет машина, вы отскакиваете назад. Вот что такое страх. Страх – это когда вы спотыкнулись, и чтобы сохранить вам жизнь, у вас включается чувство страха и дополнительные ресурсы, внимание, когда вы можете устоять на ногах. Вот для чего должен применяться страх. А страх стать красиво и стройно – это не страх, это ваша великая лень, которая прикрывается тем, что «ну скажи, что тебе страшно, что-то тебе страшно начинать, поэтому ты толстая». И себя вроде оправдали, и жизнь не пришлось поменять там особо, да, и вроде все нормально. До очередной знакомой, которую вы встретили, которая была толстенькой и стала стройной. А потом вы начинаете беситься, что она применяла какие-то знания, я начала их использовать и получила результат. А вам лень, и вы понимаете, что эта лень уже вскрываться начинает, потому что у людей все получается. И вы начинаете беситься не на себя, а на подругу, которая вот сучка посмела, посмела что-то начать делать. Поэтому, девочки, однажды по-любому появится либо такая подруга, либо мужик с другой бабой, который вам изменит, либо заболевание, которое будет вызвано именно из-за лишнего веса. И вам волей-неволей придется начать стройнять. Поэтому, чтобы этого не было, делайте это от души и по кайфу, чтобы это принесло вам еще лучше плоды в вашу жизнь, чтобы даже все проблемы обходили вас стороной. Поэтому, сидеть и бояться, это просто легкая отмазочка, чтобы не двигать жопонькой. Вот и все. Спасибо большое тебе, Гуля. Пожалуйста, мои красотки, стевия подходит. Подходит стевия кислая, запомните, не бегите ее покупать, если вы услышали здесь это слово. Берите лучший фиппарат, он на основе стевии делается. Но из-за переработки хорошей, там эта кислота не чувствуется. Ну вот, кислинка. Наталья, здравствуй. Заходи ко мне в гости, мои предложения в силе. Эта подружка моя звала ее сегодня, что-то не зашла. Смотрите, какие ляхи выглядят. Когда вот так. А когда вот так, такие тоненькие. Так. Девочки, сейчас поотвечаю на вопросы. Вино сухое, не люблю. Не любите сухое вино, добавляйте туда фиппарат. Да, Наташа, мы с тобой как добавляли. И все будет вкусно и супер. Правда, мы с Натахой добавляли не в вино, а в шампанское. Взяли брюд, наши мужчины. Оно было такое говнистое, невкусное. Мы взяли, добавили фиппарат и наслаждались. И жопка не растет, и шампанское на сахарозаменители. Так. Сколько у тебя на курсе максимум скинули? Пока максималка 43 килограмма. Если после работы сразу на тренировку, что можно поесть на ужин в 7-8 часов вечера, а спать в 10 часов? В 7-8 часов? Да, это нормальный ужин. Да сколько спать в 10 часов? Нет, давайте вы тогда кушайте в 7, если ложитесь в 10. Не, уже не в 8. А если вы поели в 8, ложитесь спать в 11. И мясо с овощами, это идеальный ужин для вас. Стереоноговое можно? Мне врач. Разрешила. Так, девочки, очень много пишут. Дайте-ка я на беззвучную поставлю. Телефон вибрирует. Стевию на ГВ мне разрешили, потому что на основе натуральной травы. Как мне объяснила наш педиатр, то что даже многим деткам дают выпечку на стевию, потому что у многих аллергия диатез на сахар. Поэтому это только уточняйте у своего педиатра патронажного. Вот я своим девочкам всем говорю, который на ГВ, обязательно спрашивайте у педиатра. Ну, обычно всем разрешают, потому что понимают, что это стевия натуральный продукт. Это трава, это просто сладкая трава, которая никак не влияет на организм вообще. Просто придает сладость. Минус 43 килограмма. За какой период? Сейчас скажу. Месяцев за один с половиной, наверное. Ну, около года. Так. Так, мне нужен четкий контроль. У вас так? Нет, не так. Если вы думаете, что я написываю и умоляю вас худеть и есть по моим рецептам, хрен дождетесь. Еще раз повторяюсь, ко мне на курс идут особо подготовленные девчонки, которые просто знают, что они хотят потрясающее тело. Это знание ведет их к этому телу в очень короткие сроки. Но если вы ленивая жопонька, если вы ничего не хотите делать, если вы ждете от меня волшебных пинков, которые я, как вы думаете, буду раздавать вам каждое утро и умолять вас не подходить к холодильнику и не пить майонез из пакета, такого нет. Но я всегда отвечаю на любые вопросы. Я всегда на связи, я всегда помогаю своим девочкам. Вот это да. Как относитесь к овсяной муке добавлять в сырники? Сырники будут кирпичные, твердые. Сколько стоит курс? Девочки, ссылка в шапке профиля. Зайдите, пожалуйста, посмотрите. Это буквально несколько секунд, там несколько тарифов. Смотрите тот, который вам нужен. Муж говорил худей, с помощью тебя сбросила 15 килограмм, теперь снова бесится, что нужно человеку. Есть такой тип мужчин, я об этом уже много раз говорила, которые вам привыкли вас гнобить. Сначала они говорят, бля, что ты такая ненакрашенная, ты хотя бы краситься научись. Вы научились краситься. И он сидит и думает, до чего доебаться же надо. На иронные связи у него разработаны так, доебываться до жены. И он к вам идет и говорит, что ты такая толстая вообще, ты как похудеешь же, ты что такая жирная вообще. Вы начинаете худеть. И тут у него просыпается злость. Блядь, она была толстая. Она была нужна только мне. Я мог ее гнобить тем, что она толстая, она нужна только мне. Особенно вот это вспоминаете. Да кому ты нужна такая? Да, ну есть такой тип мужчин. Да кому ты нахер сдалась? Это я с тобой там, скажи спасибо. Слышала сотни раз. У моих знакомых были такие ситуации. У меня девчонки рассказывали про таких мужчин. Не надо думать, потому что я это сижу сейчас, придумываю просто. И потом вы начинаете худеть. И у этого самца просыпается чувство такое бешенства, что блядь, она же начала худеть. Сейчас она будет нужна и другим тоже. Что? Что мне делать надо? Что мне? Блядь, что мне делать? Она же сейчас... И он начинает бояться, что вас уведут. И потом он может начать говорить вам, ты задолбала со своим ПП. Но тут уже о психическом здоровье мужчины, с которым вы живете, надо думать. Потому что это неадекват. Это ходячий неадекват. Мужчина, когда любит, он всегда радуется, когда женщина становится лучше, здоровее и красивее. Всегда. А тут уже идет страх. То, что вы, когда скинете вес, будете интересны другим мужчинам. А вы будете интересны другим мужчинам. Это 100%. Поэтому, девчонки, если вы решили сбросить вес, не слушайте, пожалуйста, ни своих псевдоподруг, которые вам говорят то, что у вас не получится. Ни мужика, тем более, который вам говорит то, что «Слышь ты, похудей ты жирная», а потом «Куда ты худеешь?» Вот это все. Сначала идет просто гневное обращение, потому что он привык гневиться на вас. А потом идет уже страх. То, что у него-то член не волшебный. И у него там не золотое что-то висит. И что есть очень много мужчин, которые к вам будут нормально относиться. И он уже боится вас потерять, потому что с его гавно характером вряд ли кто-то с ним еще уживется. И вообще согласится с ним жить хотя бы больше суток. Поэтому, девочки мои, забейте на такие слова. Это просто желание вас подшатнуть. Это такие люди, с которыми находиться сложно рядом несколько минут. Понимаете? А тут вы с ним живете, вы его терпите, и он понимает, что за вас надо держаться. Но он настолько привык вас обижать, что он просто обижает и обижает, обижает и обижает. Поэтому либо он растет вместе с вами, становится адекватным, либо вы становитесь адекватной любящей себя женщиной и шлете его нахер. Другого сценария здесь нет. Гуля, извиняюсь, что такое так? Гуля, а чем отличается обычная мука, трисовая, кукурузная, которую ты рекомендуешь? Конечно, верно. Они ведь в КБЖУ совсем рядом. Спасибо. Да, в КБЖУ они совсем рядом, но в рисовой муке у них разный гликемический индекс. Посмотрите. То есть, после них разное время, желание пожрать еще. И пустая. Вот мука, которую вы привыкли использовать, она пустая. А рисовая она более полезная. Объясняю простым языком. Так. Чем можно заменить мясо на ужин? Морепродукты. Люблю твои прямые эфиры. Они так заряжают. Пожалуйста, мои красотки. Пожалуйста, мои девочки. Я вас очень-очень люблю. Вы кушаете арахисовую пасту? Да, кушаю. Обычно делаю сама. Сейчас вот купила во вкус Вилли за 120 рублей. Это очень крутая замена для тех, кто любит нутеллы. И можете на перекус смело кушать арахисовую пасту, намазать туда творог с сахарозаменителем через блендер сверху, арахисовую пасту. Это прям получается как тортик. Это очень-очень вкусно. Так. Спасибо большое, девочки. Так приятно. Приятности пишите. Я тут даже вижу. Чем отличается домашний майонез от покупного? В покупном используется очень много тех продуктов, которые называются трансжиры. Их не распознает ваше тело, а все, что оно не распознает, оно оставляет про запас, а не выводят, как многие думают. И поэтому у вас накопляются жиры, и там используется очень много сахара. Домашний майонез – это абсолютно ваши ингредиенты, чистые, так скажем, и они никак не влияют на ваше тело. Вообще никак. Потому что там и нет усилителей вкуса, там нет консервантов, там нет вот этих буквок красивых в составе. Это все идет во вред здоровью. А то, что вы готовите сами, это никакого вреда абсолютно не приносит. Только пользу в виде вкусной, полезной пищи, от которой вы не ползете. Так. Брала курс в прошлом ноябре, сбросила 24 килограмма. Все супер, спасибо. До сих пор знакомые в офиге, наверное. Круто, круто. Я очень рада. Красотка, красотка моя. Так. Что есть нельзя на ужин? Видимо, здесь один и тот же вопрос написали. На ужин нельзя кушать, еще раз повторюсь, углеводы, это макароны, это крупы, гречка только допускается. И нельзя кушать картошки, которые вы так любили есть. И нельзя кушать выпечку. Забудьте слово. Вот десерт касаемо тортиков покупных из магазинов после еды. Потому что у многих настолько выработана такая цепная реакция. Сначала надо покушать сладким, попить чай. И они не чувствуют чувства, ну, нету, не приходит чувства насыщения. Вот эту привычку вы должны убирать. У меня девчонки вообще привыкают не запивать еду. Господи, вот у меня шея, вот тут что-то болит, пробуло что ли. А-а-а. Так. На ужин можно яйцо? Смело. На ужин можно цветную капусту? Можно, ответила уже. А крабовые палочки? Можно? Можно, конечно. Так. Офигеть. Обожаю ваш макияж. Научите меня индивидуально по скайпу. Девочки мои, такие вопросы очень часто поступают. Индивидуально макияжу я... Это очень долго и дорого. Потому что зачем вам платить 5-7 тысяч мне, когда вы можете за тысячу рублей вступить в мою группу, закрытую страницу в инстаграме и получить всю эту информацию. Поэтому добро пожаловать. Копейки стоят, ну, тысячу. Ну, что вы с этой тысячей делаете, блин? Один раз в мак сходите? Вот сходите, возьмите и красите себе на здоровье. Я там все учу. Как вырисовывать брови, как делать хорошие, красивые губы, как делать вычерченные скулы, красивое лицо. Добро пожаловать. Блин, коричневый рис съела 18.30. Ну, завтра не кушай, все это не трагедия. Так. С мамой едим по твоим рецептам. У меня минус 7 килограмм, у нее минус 14. Счастливые обе. Круто. Поздравляю маму и тебя, красотки. Так, мои хорошие. А я вообще мужу не рассказала, что мы теперь на ПП. Кушает, кайфует. Да не рассказывайте вы своим мужикам. Как только они слышат слово правильное питание, им кажется, что их не будут кормить вообще. У меня девчонки, это мой первый совет. Не говорите. Они не рассказывают, мужики не понимают. Кушают вкусно, еще и худеют, если есть проблема лишнего вязи. Поэтому вы тоже не говорите. Так. Девочки, еще несколько вопросов. И все. Скинула 3 700 за месяц. Это немало, конечно, немало. Конечно, немало. 3 килограмма 700 грамм жира. Вы что, девочки? Посмотрите, сколько это будет. Это будет вот так вот, если на руки взять. Это офигенный результат ваше тело. Молодец. Оно старается, оно худеет. Во. Что вы скажете об интервальном голодании? Ничего не скажу. Интервально не голодаю. Так. Знакомая видит, как я похудела и начала. Да и программу. Жалко что ли? Опять люди включают бедность, потому что не привыкли ни за что платить. Еще раз запомните. Ваш мозг умнее вас. Как только что-то достается вам по халяве, вы даже это, вы вникать в это даже не будете. Вы насрете на это большой кучей. Как только вы за это отдадите свои деньги, у вас мозг будет понимать, ага, я работала, я заработала, я взяла себе программу. Оно будет по-другому воспринимать информацию, потому что фокус будет направлен на изучение, а не на прочитать это и бисни давай. Ну что он там пишет? Вот так вот сидеть. Вы будете сфокусированы, вы получите информацию, которую начнете принимать и получите офигенный результат. Это работает всегда, везде, с книгами, с курсами, со всем. Вы должны вкладываться в себя, в свое развитие и я абсолютно согласна с тем, что надо, надо развивать себя как личность, надо изучать тему правильного питания. Где бы ты ни был, пусть не у меня, хотя бы в интернете изучайте. Надо ходить на марафоны, на тренинги. Живые тренинги можете себе позволить, по 20 тысяч отдавать. Это вообще шикарно. По 40 тысяч, по 100 тысяч отдают люди. Как у нас вот Ильшат, он психолог, он на свое обучение потратил точно уже пару миллионов. Это точно, понимаете? Люди развиваются, люди делают очень полезный контент. Контент это то, что вы будете потом в последующем изучать, применять эти знания и получать пользу от этих знаний. Поэтому никогда не включайте бедного. Не играйте в бедность. Когда вы играете в бедность, у вас начинается в жизни бедность. Потому что если вы не отдаёте, вы не получаете. Этот закон работает всегда. Так. Что делать с целлюлитом? Нормально кушать девочки. И целлюлит уйдёт. На интервальном голодании вес гуляет. Уходит, но ненадолго. Где можно взять рецепт твоей пиццы? В обедах на моём курсе. Так. Интервальное голодание, что это такое? Это у вас выходит вода. Вода выходит, выпили стакан, вода вернулась. Всё. Человек при этом не худеет. Запомните. Интервальное голодание, оно вводит организм в такой стресс, когда организм запасаться, начинает дополнительные энергии, срабатывает закон компенсации. Это просто уже я логически рассуждаю. Поэтому не страдайте фигнёй, пожалуйста. Кушайте всегда нормальную пищу, и всё будет хорошо. Я на ПП один раз в неделю делаю разбруску, как на молоко чаю. Чувствую себя отлично. Как вы на это смотрите? Делайте, если вам по кайфу? Делайте. Делайте, можете наоборот загрузку делать, вы также одинаково будете худеть. Это от вас всё зависит, от того, как вам нравится. Так. Процеллюлит ответила. Вот я тоже хотела спросить, что можно голодать один день в неделю? Да хотите, голодайте, девчонки. Ну, и пользы такой не будет, и вреда такого не будет, потому что это всего один день. Поэтому нравится делайте, голодайте, не нравится – не голодайте. Как заниматься саморазвитием. Саморазвитие – это книги, саморазвитие, это тренинги, саморазвитие – это нормальное питание, саморазвитие – это уделять внимание своему физическому здоровью. Это всё саморазвитие. Сейчас, когда готовлю кушать, может спрашивать, это ПП, и с радостью ест. Просто бывает, я ему готовлю иногда обычную еду отдельно от себя, говорит, что ПП намного вкуснее. Спасибо, Гуль, пожалуйста, моя красотка. Лянка, тот пример моих подопечных, с которыми мы ржём постоянно вдвоём. Так. Закон пропорциональности. И что? Гуля, а где найти рецепт ПП кексов? Каких ПП кексов? Я некоторые уже выкладывала рецепты. Надо было заскринить девочке. Каждому отправлять отдельно в дирек нет возможности. Поэтому ещё раз говорю. Вот зачем вы тормозите? Вы увидели в сторис? Заскриньте. Если не увидели в сторис, зайдите ко мне на страницу, просмотрите мои сторис. Инстаграм будет выкидывать их первыми. Там очень много полезности. Там очень много мотивации. Там очень много результатов девчонок, которые будут застоять. Вы что думаете, я закладываю отзывы, а делать нехер? Нет. Я показываю результаты девчонок, которые тоже когда-то в себя не верили. Которые сейчас получили офигенные результаты, живут, кайфуют. Читайте, мотивируйтесь. Дом-2, блин, посмотреть вы можете, как там пиздятся и трахаются постоянно с разными людьми. А почитать вот эти отзывы вам лень, потому что там очень много пользы. Но из-за того, что вам кажется, что там нет трэша никакого, нет истории про секс, про то, что кого-то ударил, все это скучно. Именно нейронные связи ваши, направленные на стрессовую информацию, они вас заставляют отвлекаться от спокойной информации, которая тоже приносит офигенную пользу. Не тоже, а только она приносит офигенную пользу. А вот это ваша стрессовая фигня, которую постоянно люди, про что обычно разговаривают? А кто с кем переспал? А кто от кого залетел? И что он ее избил и дома выгнал? Охереть! Вот это мы слушаем вот так вот с удовольствием, с раскрытыми, как яйца, глазами, да? Какое дело касается то, что ты знаешь, как она счастлива, ты знаешь, как у нее все хорошо? Да, у них прекрасные отношения. Нам это скучно, а мы, бля, вообще ничего внутри нее, это неинтересно, короче, особенно если у самой еще в жизни фигня какая-то происходит. Научитесь получать радость от хорошей информации тоже. Только от нее получайте нормальные эмоции. И не включайте режим «Вау, а что они там, что вот так прям подрались?» Это ни к чему нормальному не приведет, только подшатнет ваше здоровье, потому что организм будет включать адреналин. А я все скринила, это как закон, умница моя, все скриньте. Сколько можно грампиться в вашей ЦЭП-250? Так, ага. Как пережить взрыв? Вчера ела всякую гадость. Вчера ела, сегодня не ешь. Это что, трагедия? Все, в этом нет никакой проблемы. Вчера сорвались, вчера сходили в МАК, вчера обожрались. Сегодня этого не делайте. Вот и все. Просто проснулись, начали хороший день с нормальной еды. Мы сегодня с мужем приготовили рулет яичный, ну я приготовила нам с мужем. Девочки, я это делала 4 минуты. Разбила 3 яйца, вилка все это смешала, наскала руку, выкинула, подождала, пока яйца схватится. Насыпала сыр, авокадо положила и в рулет свернула лопаточкой. Все, 3-4 минуты. Нет у вас 3-4 минут, и это очень быстро и доступно. У нас сегодня с ним завтрак обошелся по деньгам, наверное. На двоих рублей на 100. Ну на 90, на двоих, по 45 рублей на человека. Привет, хотела спросить, вареную фасоль с курицей на ужин? Нет, нельзя, фасоль, крахмал. А консервированную фасоль можно? Тоже нежелательно, в консервированных используется сахар. Добрый вечер, привет из Уфы. Гуль, сколько раз в день вы кушаете? Как считаете, бегать лучше утром или вечером? Бегать лучше днем? По идее, ну лучше тогда уж вечером бегайте. А кушаю я 3 раза в день. Из-за того, что жду о предстоящей диете, жру еще больше. Конечно, это как говорится, узнала, что сажусь на диету, сожрала все макароны. Потому что вы боитесь, боитесь, что вы будете голодать. Правильное питание, это не диета голодать, вы не будете, успокойтесь. Правильное питание, это вкусное, сбалансированное питание, где вы будете постоянно сыты. Постоянно от слова всегда сыты и довольны. Успокойтесь. Из-за того, что вам кажется, что вам что-то будут запрещать, у вас организм включает режим, а я пойду и сожру. Ну, вам никто ничего не будет запрещать. Вы все сможете кушать, вкусно кушать, полезно кушать и при этом еще худеть. Успокойтесь. Вот и все. А перекусы есть у вас? Я поскольку давно уже не делала перекусы, если они есть, я могу в прямом эфире сесть, там, поесть банан, яблоко, все. Вот это мои перекусы. Так. Моя подруга похудела на 19 килограмм. Хочу к вам, но вы не отвечаете. Рада за подругу. Подруга красотка. Вы, наверное, написали в Директ. Я обязательно отвечу. Просто там очень много запросов про похудение. Видимо, люди чувствуют, что скоро весна, надо будет оголять свои ножки, чтобы там не было целлюлитика и чтобы животик был красивый к лету. Поэтому ждите, отвечу. А если кто-то хочет получить прям очень-очень быстрый ответ, то напишите лучше на WhatsApp. Там отвечаю быстрее. Скажите, пожалуйста, можно ли кушать хлебцы? Конечно, можно, только не доктор Кернер со вкусами. Там сахар. Это точно? Сытость будет всегда? Да, 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 мои хорошие. Абсолютно так и есть. Можно на завтрак съесть 3 яйца, хлебец с сыром, и еще к ним просто десерт или когда есть этот десерт, наверное, да? Нет, на завтрак 3 яйца, это перебор. 2 яйца съели, хватит. Хлебец с сыром, да, можно. К ним десерт уже нельзя. Забывайте про эти конские порции. Первое, второе, компот. Нет. Если вы кушаете десерт, выпечку, вы это кушаете либо на перекус первый, либо за место завтрака. Все. То, что вы сначала поели котлеты и запили потом кексом с чаем, это уже ваши прошлые привычки, которые вас держат вот так, вот так вот вас держат. Такого быть не должно в правильном питании. Это все идет из-за того, что у вас увеличен размер желудка. То, что вы описали, там грамм 400. А нам надо кушать 250. Гуля, сколько в день и за один раз можно инжира? 30 грамм, девочки. Знакомая посоветовала за 20 минут до еды микрокристаллическую целлюлезу. Как вы к этому относитесь? Никак не отношусь, девочки. Ни микрокристаллическая целлюлеза, ни чай, от которого вы просретесь на 15 раз больше. Ни поход в горы за какими-то семенами волшебного растения не помогут вам убрать ваши жирные ляжки. Если вы не сбалансируете, просто питание, успокойтесь. Просто успокойтесь. Ничего не надо борщить. Никакие бады не надо принимать для похудения. Ничего этого не делайте. Просто ешьте нормально и будет результат. Воду тоже надо пить много. Хотя бы полтора литра. Как относитесь к авокадо, когда его кушать, утро, обед, вечер? Я советую лучше с утра, либо первый перекус. Отлично отношусь. Финики сколько можно? 30 грамм. Орехи, сухофрукты 30 грамм. Гулечка. На медитации еще есть места? Да, есть, девочки. Добро пожаловать. Также в ссылке в шахте профиля описание про медитации. Очень-очень много вопросов задаете. Медитации это ваш разговор с подсознанием, которое всегда хочет сделать вас счастливой. Когда вы это подсознание закрываете, вы начинаете творить херню, бояться, начинаете себя в чем-то винить, начинаете бояться будущего, начинаете постоянно думать о говне каком-то. Вы понимаете? Вы боитесь начать худеть, вы начинаете срываться, вы бешеные. Медитация вытаскивает вас из этого стрессового состояния и возвращает вам внутреннее спокойствие. Когда вы спокойны, вы сможете адекватно смотреть на вещи. И вы перестанете испытывать страх, стыд какой-то за то, что где-то в куку его с вами происходило. Вы не будете бояться того, что блин, а что я буду делать завтра. Вы не будете бояться похудения, вы будете четко видеть картину своего похудения, поэтому срывов 99,9% просто не произойдет. Медитация это очень глубокая работа с собой, поэтому это просто очень крутая тема. Еще раз повторюсь, самые великие люди, они всегда медитировали и медитируют и будут медитировать новые великие умы, которые еще появятся. Потому что даже миллионеры, они всегда медитируют на то, чтобы эти миллионы заработать. Люди, которые получают колоссальные деньги, снимаясь в кино, они также через медитацию входят в спокойное состояние, чтобы их роль, например, не была такой энергозатратной. Они восстанавливаются через этот медитативный поток, потому что вы входите в состояние полного расслабления и вам хорошо. И когда у вас четкие, чистые мысли, у вас становится хорошая, прекрасная жизнь. Поэтому, если вы никогда не медитировали, мой курс это просто офигенное сокровище, которое вас научит это делать. Это все делалось с психологом. Мы готовились к запуску, к старту этого нового проекта, сколько? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Полгода, полгода мы готовили запуск этого проекта. Там все очень проработано. И в день 7 минут вы будете уделять себе, вы будете получать уже через несколько дней потрясающие результаты. Вот у меня есть девочки, которые, посмотрите, там где-то медитации у меня в актуальном есть, отзывы пишут, что у них настолько состояние улучшилось, что они просто наслаждаются, они кайфуют. И это так и есть, потому что, когда я после медитации выхожу в эфир, я уже не такая. Я расслабленная, мне хорошо, мне классно. И я даже вот на этой волне начинаю там вести. У меня девчонки говорят, говорю, тебя не узнать. А все потому, что вы просто успокаиваетесь, успокаиваетесь внутренне, и вы как тихая гладь воды, так скажем. Вы спокойная. И вас никакой мудак не выведет из себя. И никакая фигня плохая с вами не происходит. Вам просто классно. Добрый день, добрый вечер. Авокадо на первый перекус. С чем кушать? С хлебцами, с хлебом, смело. Курицу сметану можно тушить? Смело, можно. Сколько выпечки можно на завтрак или на первый перекус? 170 грамм где-то, девочки. Кофе с молоком утром можно? Можно. Сколько стоит курс? Диана, зайди, пожалуйста, в ссылку в шапке профиля. Там три тарифа. Выбирай тот, который тебе нужен. Сколько в день можно пить кофе? Да пейте сколько хотите. Но больше трех раз, я думаю, это уже перебор. Это уже кофемания какая-то. Так, про интервальное голодание уже ответила. Вижу здесь вопросы. А можно ли на ужин запеченные овощи и мясо? Да, конечно, можно. Кроме картошки. Правильно, кроме картошки. Красотка. Так, здравствуйте. Можно кушать только с размером блюдца? Хорошего дня. Спасибо большое. Вам тоже хорошего дня. Можно. Можно кушать. Но сколько там будет грамм? И если это 150 грамм, вы будете голодать, сорветесь. Что вы придумываете? Вот сидите, придумываете непонятно что. Возьмите вы эти весы в фикс-прайсе за 190 рублей. 250 грамм тяжело, что ли, себе отмерить? Херней страдаете блюдца? Размер с кулак? Размер с мизинцем левой ноги? Еще что придумаете? 250 грамм вашей порции. Все будет нормально. Вы восстанавливаете размеры желудка. Они перестают быть конскими. Вы начинаете наедаться нормальным количеством еды. Вот в чем секрет. Так. Финики ответила. Я перешла на ПП и теперь нервничаю часто. Смотрю на часы и думаю, что буду есть. О, здравствуйте. А это внутренний зажор у вас проснулся. Потому что привыкли до хрена кушать. Желудок сейчас уменьшается в размерах. И вам кажется, что вы голодная. Но на самом деле, если вы посчитаете, сколько вы ели раньше, это полкилограмма за раз. Это полкило. А сейчас вы кушаете 250 грамм. Поэтому добавляйте перекусы и все будет нормально. Просто перекусы спасают, чтобы не переедать. И займите себя чем-нибудь. Вы делать нехер 100% от этой фигуры страдаете. Когда человек занят, он вообще не думает о еде. Занимайтесь интересными для вас делами. Читайте книги, смотрите бедяшки, смотрите фильмы, смотрите сериалы элементарные. И вы не будете ходить и думать. Вам делать нехер, и вы ходите и думаете, бля, жрать охота. Потому что каждый раз, когда человеку делать нехер, он идет и кушает. Вспоминайте, как только многим из вас нечего делать, вы идете, открываете холодильник. Вы идете, садитесь, пить чай. Вы идете, подъедаете что-то. Это от того, что нечего делать. Вы заполняете пустоту временную. 250 грамм вместе с овощами. Нет, овощи не считаем, Юль. Овощи, мясо, тушеное в мультиварке. Можно? Конечно, можно. Вообще смело. Гуля отвлеклась. Сколько можно на попой выпечки на завтрак? 170 грамм, моя хорошая. Так, девочки, еще пару вопросов и все. Вопросов нет. Спасибо, что ты есть такая. Ты классная. Спасибо большое. Я не могу так много есть. 250 грамм это очень много. Да, 250 грамм. Это много. Убавляйте порции, ничего страшного. Не будет кушать столько, сколько лезет. О, моя. Ты пришла? Почему уходит вес, но не объемы? Потом будет уходить объемы, вес может стоять. Это все происходит индивидуально, девочки. Вес будет падать, объемы тоже упадут. Потом может пойдет такое, что объемы будут уменьшаться в размерах очень-очень быстро, а вес будет на месте стоять. И наслаждайтесь тем, что у вас уходят объемы, ой, вес. Потом будете наслаждаться тем, что у вас уходит наоборот объемы. Просто вот если у вас не стоит ничего на месте и все двигается, это уже круто. Почему вы постоянно кипите себе мозги и чем-то недовольны люди? Вот объясните мне, пожалуйста. Так. Девочки, еще один вопрос и все. Наверное, пропустила розыгрыш марафона. Кто там выиграл мое поздравление девчонкам? Нет, вы не пропустили. Очень скоро, сегодня я выберу победителя. Случайным образом. Привет, моя радость. Иди поздоровайся с тетями. Давай. А, ну а сколько он несет? И... Посмотри. Привет скажи. Привет. Как дела, спроси. Хорошо. Нет, у них спроси, как дела. Как дела. Да? Вот так сказать. Как дела, как дела? Я сейчас приду. Как дела. Хорошо. Хорошо. Да. Вот так, девчонки. Не помню, о чем говорила. Розыгры буду проводить сегодня. Не тупите. Если есть проблемы с лишним весом, это вообще не проблема. Это все легко убирается. И не надо себя убежать в том, что вы сорвались. Ой, дочь, я не буду. Что вы сорвались, у вас ничего не получится. У вас там генетическая предрасположенность к жирному телу. Это все бред. Это все полный бред и ограничение в вашей голове. Вы можете стать абсолютно счастливым человеком сегодня, здесь, сейчас. Вы можете жить нормальной жизнью, не трахая себе мозги прямо здесь, сейчас. Вы можете получить офигенное тело, если начнете здесь, сейчас. Вы к лету, если сейчас весите 90 килограмм, будете вести 60 килограмм. Вас никто не узнает, если увидит в магазине. Если у вас летом будет встреча одноклассников, однокурсников, у вас будут, будут, есть все шансы колоссально себя изменить и предстать в таком свете, что только про вас потом и будут говорить, потому что вы сбросили там 40 килограмм, 35 килограмм, кому-то на 20 килограмм до идеала скинуть. То есть, знаете, то, что сейчас только февраль, только февраль. Если вы думаете, то, что лето, до лета еще дофигища времени, то нет, девочки мои. Очень скоро ваша жопонька будет гореть, потому что вы все будете готовиться похудеть к морюшку. Но чтобы не тормозить, начинайте сейчас здесь, и у вас к лету будет вообще потрясающее тело. Вот поверьте мне, и плоский живот, и красивые сисюлечки, и красивая подтянутая попа, и красивые ножки, и как это, расстояние между ног. Это все вы можете получить уже к апрелю кто-то, понимаете? У вас все будет получаться. Главное, не парьтесь, я вас очень сильно люблю. Давайте, мои красотки!